И еще немножко слов о лечении. Вот возьмем Сержа Матвиенко. Его лечили, начиная там, ну буквально таки с годика, и до 38 лет все одно там лечили, 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 или до 37 лет, 38 лет он уже встретил. Вот одно лечили, 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 и почему-то они вылечили ему все хуже, хуже и хуже. Вопрос, а с чем это связано? Ответ очень простой. Если в организме человека неправильная внутренняя среда, то есть обилие разного рода шлаков, обилие паразитов, обилие глистов, то что лечить какие-то конкретные заболевания, вот тут Надежда Алексеевна Семенова права, что лечить человека, когда у него огромное количество паразитов. И все эти паразиты провоцируют огромное количество заболеваний, самых разнообразных. И мы их пытаемся лечить по одиночке, вот от этого, вот эти антибиотики, от этого, эти, а тут еще что-то надо, а тут еще что-то надо, и так далее, и так далее, и так далее. Вначале, вначале надо выгнать паразитов и нормализовать среду. Вот две вещи, которые надо вообще-то сделать, прежде чем что-то конкретно применять. Болит щитовидка, да вот тебе вот гормоны, магомастопатия, да вот тебе вот это там, яичники, вот это вот, желудок, вот это. Ну как она может помочь, если вот взять опять-таки того же Сержа, если там гнездится огромное количество глистов. Ну да, огромное количество глистов, естественно, весь этот токсический этот, от них вещества идут. И человек чумной ходит, чумной. И у него сдает то там, то здесь, то мочевик, то речевик, то печень, то суставы, то сердце, еще он там задыхается, и так далее, и так далее, и так далее. А тут не обращается на это внимание, вот не обращается внимание ни на чистоту организма, ни на отсутствие паразитов, или на наличие паразитов. А мы тебя будем лечить. Ну и что это лечение? И вот так вот люди лечатся, всю жизнь сидят на таблеточках, и им говорят, а что ж вы хотите? Тем более возраст, вы должны вот теперь вот эти лекарства там принимать, и так далее, и так далее, и так далее. И эти лекарства, в свою очередь, добавляют токсический груз на организм, и если чего-то не было, оно возникает. И то было, от того лечимся, и возникает новое. И так идет, и идет, и идет, и идет. Можно вот опять взять даже онкологию. Вот онкологию, ага. Лечим следующим образом. Значит, химиотерапия. Химиотерапия применяет яды, то есть организм травят. Для того цель якобы убить опухоль. Хорошие такие яды. Вот, травят. Далее, значит, применяет радиоизлучение. Значит, мы тогда сожжем эту опухоль. И так как эта опухоль уже, если конкретно где-то находится, она, вам говорят, убита, сожжена радиооблучением, и химиотерапия там подавила якобы все там метастазы, эта опухоль может загноиться. То есть ее надо как-то из организма вывести. Поэтому, логично, следующий этап, это операция. То есть вот эту опухоль, то, что от нее осталось, удаляют и так далее. При этом, вот, и при этом считается это все нормальным, дальше там восстановительное, будем говорить, лечение и так далее. Организм, насколько организм, он этот самый чистый. Это исследуется, вот исследуется вот эти самые, знаете, на различных уровнях, на молекулярном и прочем. Ага, что это за опухоль, что это за клетки, как они там реагируют. Так, позвольте, да вы гляньте в целом на организм. В таком организме все, что угодно будет жить. Сначала его надо очистить. Нет, это не делается. Да, 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 ты что тут. Это даже, знаете, в голову не приходит, что организм можно почистить. Хотя еще древние говорили, без очищения нет исцеления. И получается, что большинство случаев вот этих вот всех заболеваний, как они были, так они и продолжаются. И более того, на ослабленном после лечения, так сказать, организме, это все еще быстрее дает, как они говорят, рецидивы. Опять болезнь, опять что-то будем делать, резать, не резать и так далее, и так далее. И вот такая, как бы сказать, канитель в умах, в умах людей, что надо лечиться. А может по-другому подойти. Может сначала нормализовать работу организма, а потом уже попробовать что-то там такое сделать. Короче, подумайте над этим. А то все говорят, моя методика, моя методика. Моя методика основана, я даже не говорю, что это моя методика. Она основана на общечеловеческих знаниях по устройстве и работе организма. Особо я своего ничего не придумал. Почему те люди, от которых зависит вот это все лечение и здравоохранение, почему они мыслят по-другому? Ну, спросите у них. Добрые, хорошие, добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Продолжение следует...